Всем привет! На обзоре у смартфон UA бюджетник TP-Link Nefos C5A, который подойдет как раз тем, кто только знакомится с Android, но хочет больше, чем просто обычную звонилку. Какие преимущества и недостатки можно найти в телефоне за 1799 гривен, смотрите на видео. TP-Link Nefos C5A выглядит крупным, как для 5-дюймовой трубки, габариты не очень скромные. Но взяв в руки смартфон, трудно поверить, что в корпусе нет металла. Во-первых, из-за качества сборки. Во-вторых, материалы подобраны с толком. Задняя крышка имеет матовое покрытие серого цвета и скрывает не только мелкие царапины, но и отпечатки. Все стыки и элементы на своих местах. Тыльная крышка съемная, сидит плотно. Снимать ее не сложно, края основательно заходят на торцы. Под панелью съемная батарея и три слота для карточек. Расположение основных разъемов следующее. 3,5-мм разъем сверху, микрофон и microUSB-порт снизу. Кнопки справа. Сенсорные клавиши размещены под основным экраном. Подсветки у них нет, но обозначения четко нарисованы белой краской. Я в своей руке могу дотянуться от сенсорных кнопок до физических без перехвата руки. TP-Link Nefos C5A получил экран на 5 дюймов с разрешением 480х854. На нем даже предусмотрели олеофобное покрытие, хотя отпечатки убираются с небольшим усилием. На солнце экран позволяет рассмотреть информацию только при максимальной подсветке. Диапазон изменения уровня яркости большой. Цветовую температуру и контрастность можно настроить в Miravision, потому как изначально преобладают голубоватые оттенки. Углы обзора матрицы средние. В целом дисплей очень хороший, учитывая ценник в $70. В нашем случае этот компонент можно записать только в плюсы. Nefos C5A работает под управлением операционной системы Android 7.0. Производитель постарался максимально разгрузить систему программными опциями, дабы 1 ГБ оперативки использовался максимально эффективно. За вычисления в смартфоне отвечает 4-ядерный процессор Mediatek. В Antutu телефон набрал более 21000 баллов. 1 ГБ ОЗО обеспечивает плавную работу интерфейса и быструю реакцию на нажатие по нему. При запуске простенькой игры или приложения приходится немножко ждать, но это не критично. С комфортом на Nefos C5A можно играть в простые логические игрушки или аркады, которые не требуют сильных затрат графических ресурсов. Производительные симуляторы можно устанавливать, но выбирать при этом минимальную детализацию. Видео смартфон тянет, но лучше ограничиться форматами не выше HD. Встроенный накопитель имеет объем 8 ГБ, из которых доступно всего 4.2. Расширяется хранилища картами до 32 ГБ. Nefos C5A – это двухсимник, который работает в сетях 2G и 3G. Подходят карты формата мини и микросим. Оба слота поддерживают 3G. Связь стабильно держится даже в отдаленных от вышки локациях. При этом громкость разговорного динамика достаточная для ведения разговора даже на шумной улице. Из беспроводных интерфейсов доступны Bluetooth, Wi-Fi и навигация, представленная модулями GPS и A-GPS. Переходим к батарее. Ее емкость 2300 мАч. Немного, особенно если владелец будет просматривать видео, играть и постоянно в течение дня проверять почту и социальные сети. Реальный расход 100% батареи следующий. 2D-аркада 4,5 часа, видео через плеер 5,5 часов, видео в YouTube 5 часов, серфинг в сети 6 часов. Это наши замеры при яркости 60-70%. На один день работы в режиме 3-4 часов активного экрана обозреваемого смартфона хватит. В комплекте предусмотрена зарядка 5 вольт 1 ампер, которая за 2 часа зарядит устройство с 0 до 100. Дополнительно в коробке с телефона можно найти кабель для подзарядки и синхронизации, а также небольшое руководство по эксплуатации. Напоследок о камерах. Они понравились. Фото и видео возможности в NFC 5A возложены на 5-мегапиксельную основную камеру и 2-мегапиксельную фронтальную. Для тыловой камеры предусмотрен режим HDR и красивое лицо. Автофокус при фотосъемке работает быстро. Примеры фото доступны в текстовом обзоре видео в отдельных роликах. Ссылки смотрите в описании к этому видео. Для получения максимально качественных снимков в условиях недостаточного освещения производитель предусмотрел вспышку на лицевой и тыльной стороне. Отметим, что 2-мегапиксельная фронтальная камера также снимает в HDR, но видео пишет только в VGA. Что ж, TP-Link Nefos C5A это бюджетный смартфон на Android, но не для всех. Он точно подойдет подросткам, которые впервые стали владельцами смартфонов и не знают, как быстро он должен работать, но при этом хорошо фотографирует. Вторые – это покупатели за 50, которым дополнительные программные и аппаратные навороты в виде разблокировки лицом или сканера отпечатка пальцев просто не нужны. Зато яркий дисплей и возможность увеличения шрифта на нем обязательно понравится. В любом случае Nefos C5A заслуживает внимания, ведь при ценнике в 1799 гривен его корпус не выглядит погремушкой. Экран хоть и не с HD разрешением, но хорошо ведет себя на солнце, а батарея способна без дополнительных подзарядок выдержать полный рабочий день. На этом все. Будут вопросы – задавайте, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok